Жители 16 городов думали, что вкладывают свои деньги в развитие фабрики полуфабрикатов. Но это оказалась финансовая пирамида из Тольятти. Аманутые вкладчики пришли на собрание, чтобы решить, как вернуть свои деньги. Суммы были немаленькие – от 100 до 900 тысяч рублей. У кого-то это были последние деньги. Тольяттинский кооператив «Фабрика продуктов», изменивший название на вкусный «Сытно», подозревает в создании финансовой пирамиды. Его филиал находился и в Самаре. С мая этого года кооператив прекратил выплачивать проценты своим вкладчикам. Люди пришли в офис, чтобы узнать, в чем проблема. Но двери оказались закрыты. Позже выяснилось, что вкладчики попались на классическую схему финансовой пирамиды. Они не только вкладывали большие суммы, якобы, в развитие кооператива, но еще торговали мясными продуктами, предлагая их своим родственникам и друзьям. В итоге и денег не заработали, и вклады потеряли. Счет обманутых идет на сотни. Среди пострадавших – Анатолий Пузащатов. В кооператив он вступил еще живя в Оренбурге. Проценты получал три года. А когда переехал в Самару, перевел средства в местный филиал. И остался без денег. Из-за большого процента, как говорится, погналисты. В конце июня только узнали, что такая вот махинация какая-то произошла. То есть никакой информации о них не было, что они обанкротились? Вообще ничего не было. Ну, мы подали сейчас заявление в полицию, в Октябрьский. Сейчас мы ждем, что полиция скажет, и будем подавать в суд. Пускай нам хоть какие-то деньги возвращают. По словам вкладчиков, кооператив постоянно менял свое название. Но это их не смущало. Некоторые говорят, что состояли в нем 10 лет. В основном пенсионеры. К рекламе в газете, в вестнике, по телевизору. Под 13,95, пожалуйста, вносите. Победа, Венцика. То есть это рекламировали? Конечно. К контору, а потом обманывали? Конечно, а потом вот все закрылось. На собрании юристы посоветовали обманутым вкладчикам не тянуть с подачи заявления в суд, чтобы получить деньги, пока компания полностью не обанкротилась. Добиться исполнительного листа и чтобы потом вступить в реестр кредиторов. Сейчас просочилась информация, что у данной компании на счету есть денежные средства. И кто успеет, соответственно, подать заявление в реестр кредиторов, тот и получит денежные средства. Многие обманутые вкладчики уже обратились в суд с требованием вернуть деньги и закрыть работающие сайты финансовой пирамиды. Тем, кто стал жертвой кооператива «Вкусный сытно», необходимо обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по номерам, указанным на экране. Валерия Куценко, Василий Колдашов. События.